На траве трава, на траве трава. Корабли завировали, завировали, а не вы завировали. Первокурсник Иван Захаров вживается в роль студента Димона и готовится озвучивать своего персонажа. Он главный голос нового студенческого мультсериала, который так и называется – Димон. Димон – студент-первокурсник, но это собирательный персонаж, олицетворяющий студенчество в принципе. Почти каждый учащийся может узнать в нем себя. Он чуточку ленивый, не хочет ходить на пары и делать домашние задания. Постоянно хочет спать и есть, и ведет обычную студенческую жизнь. Взяли основные темы, которые волнуют студентов. Что и что это? Это, конечно, учеба, это какие-то там заселения, это жизнь в общаге, то есть это тараканы, соседи. Это, допустим, в случае Димона, знакомство с девушкой у всех же такое есть. Каждая серия длится примерно 4 минуты, а создается около двух недель. Причем мультики выходят как на русском языке, так и на иностранном. Я полностью перевожу все тексты, диалоги на английский язык. И с помощью этого мы дублируем наш вариант мультика на английский. Мультсериал появился с сентября этого года. Его создают студенты младших курсов ДВФУ на базе университетской телестудии. В команде 6 человек, обязанности четко не разграничены. Ребята приходят в студию после пар и трудятся в среднем 5 часов в день. Говорят, больше всего времени тратят именно на прорисовывание каждого кадра. Перед тем, как рисовать Димона, нужно определиться, сколько в сценарии сцен и в каждой сцене планов. Затем эти планы зарисовываются на доске, чтобы ничего не забыть, и потом прорисовывается каждый план отдельно. Юные мультипликаторы – самоучки и в основном все делают без помощи преподавателей. Сначала пишут сценарий, после озвучивают и подбирают музыку. Затем приступают к рисованию и съемке, а уже потом к монтажу. Мы не должны не забыть ни одной детали, ни того, что, включая того, как он одет, что на нем должна быть одинаковая одежда, до того, что он сказал тому или иному персонажу, то есть как он взаимодействует с окружающей средой и другими персонажами. Мультипликаторы стараются к кампусу и ДВФУ не привязываться, чтобы и студентам из других университетов было интересно. В планах у ребят снять два сезона анимационного сериала. До Нового года хотят выпустить шесть серий. Две уже есть, третья на подходе. Кстати, выходят они с периодичностью одна серия в две недели. Размещают готовые мультики в интернете, и они доступны всем. Ирина Мокрецова, Марина Смирнова, Василий Косилов. Новости на восьмом. Я тебе перезвоню.